ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Знаешь, что чувство, когда хочется сделать что-нибудь своими руками? Пускай даже оно будет из говна и палок. Что-нибудь эдакое. Зато ты сделаешь это сам. Палец вверх за... Вот такие шлепки для дачи. Сегодня я хочу сделать топорик. И для его крафта мне понадобится добытая гномами горная руда. Железная. И ветка древней подгнившей березы, валявшейся у обочины. Казалось бы, как из этого барахла можно сделать топор? А никак. Поэтому мне придется трансформировать это барахло с помощью магии сарая. В диско-циркулярки и доски. Начну я с изготовления лезвия. Его нужно выпилить из диска. Я же его уже выпил. Дайте кто-нибудь новый диск. Из диска нужно выпилить лезвие топора. Значит, на этом диске нужно нарисовать это лезвие. Но карандашом я этого делать не хочу. Мне нужен идеально ровный топор. Можно воспользоваться принтером и откселить диск. И загнать скан в фотошоп. Если у тебя отсутствует способность здравомыслить, ты так и сделаешь. А я просто сфоткаю диск на айпад. И подгоню его к масштабу в ультрасложной и технологичной проге. Ой, простите, это не то. Вот он. Соотношу диск с его реальным размером. Теперь нужно выбрать топор для примера. О, вот этот сойдет. Неплохо. Но топор мягковат. Теперь надо его обвести. О, как вы это нюхаете. А, понятно. Лезвие я буду вырезать болгарочкой. Она испускает маленькие металлические искорки, которые очень любят человеческие глаза. Они впиваются в них и остаются там навсегда. Это больно. Поэтому глазоньки надо защищать. А лучше защищать все лицо. Лезвие получилось неплохое. Правда, перед тем, как делать рукоять, надо его хорошенечко шлифануть. Для того, чтобы увидеть отражение в лезвии топора, нужно использовать разные типы наждачки. От самой крупной, от самой мелкой. Естественно, по порядку. Вот сейчас я на стадии средней. Наждачки. Ух ты ж, матерь божья. Вот так вот. Устранить самые мелкие царапины было, конечно, очень сложно. Мне удалось добиться этого с помощью почти что убитого диска для болгарки. Вот с такой вот лёгкостью искры болгарки пробивают ткань. Коже, конечно, они не настолько сильно вредят, но ткань прожигает вообще на раз. Поэтому на самом деле лучше использовать именно кожаные или хотя бы резиновые перчатки, потому что брезент они тоже прожигают очень даже хорошо. Невероятно! Но у меня получилось выточить неплохое лезвие с одной попытки. Только посмотри, как оно блестит. Его словно озаряет цвет, боже. В следующий раз займусь рукоятью. Подписывайся, чтобы не пропустить следующие ролики. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова